Добрый день. Всех болельщиков с победой хочу поздравить. Такая хорошая победа в том плане получилась, что забили много голов. Это для болельщиков, наверное, радость тоже. Что касается самой игры, разбивать на два тайма. По первому тайму знали, что Слудск это организованная команда, которая в обороне будет играть очень компактно, слаженно, не будет давать моменты. Ребята обратили внимание, что зон не будет. В основном будет все компактно, надо выжимать, которые моменты мы создаем. В принципе, в первом тайме было практически три голевых момента, с которых мы могли открыть счет. Единственное, какую игру у нас, это против нас соперник вратарей. Можно брать их, грубо говоря, в сборную тура, очень хорошо играют, показывают. Хорошую очень игру. Этим не воспользовались. В перерыве с ребятами переговорили, дали такую установку, что надо все-таки побыстрее забить гол, как бы так же продолжать нагнетать, создавать моменты. В принципе, что и случилось, забили гол, ну, потом уже понятно, что соперник надо было отыгрываться. В любом случае, их, наверное, не устраивал этот счет, они пошли уже вперед. Для нас стало чуть полегче. Появились зоны, где мы воспользовались этими моментами. Молодцы ребята, что как бы не остановились, после там трех забитых еще забивали мячи. Да нет, как тут счет, тяжело спрогнозировать. Можно было спрогнозировать, можно было играть в казино. Но, к сожалению, то есть, не то, что к сожалению, не думал, что может быть окончательный счет такой. Ситуация у Егора за два дня. Случилась температура плюс недомогание. То есть, Егор заболел. В этом плане Денис, видите, был готов. То есть, в принципе, как вратарь должен быть. Что касается Денисиной игры, то есть, те моменты, которые были, то есть, в принципе, и нас устроили. Единственное, там может пару небольших каких-то моментов, с которыми надо исправить. Так, в принципе, мы довольны. Ну, если нападающий забивает и играет, поэтому душен у нас, как бы сейчас, ведущий нападающий. Ну, естественно, когда у тебя ведущий нападающий выпадает, есть вопросы. Ну, как бы кто, кто. Ну, я думаю, что у нас есть ребята, которые тоже получат шанс, которые должны этим шансом воспользоваться. Субтитры создавал DimaTorzok